Всем доброе время суток. Я рада, что мы можем с раннего утра, кто-то попозже к нам присоединяется, но быть на связи с небом, быть соединенными с тем каналом и источником, который никогда не иссякает. Вы знаете, он в одном лице имеет и канал, и источник. Потому что если просто источник, то до нас это может не дойти. Но когда мы соединены с ним верой, когда мы соединены с ним нашим решением и заветными отношениями, то это построенный канал, идущий от Бога к нам, и мы можем на этой стороне канала принимать то, что течет из источника. Я желаю, чтобы наши сосуды сейчас наполнялись от того, кем является наш Господь. От его щедрости, от его могущества, от его власти, от его благодати, от его любви и от его мудрости. Все это нам потребуется в данном дне. Это требуется в каждом дне жизни. Но сегодня я хочу особенный акцент сделать на этом, потому что стихи, которые мы прочтем сейчас из 17-го псалма Давида, они говорят о врагах. Но так как предыдущие говорили о великолепии Бога, о небесных возможностях, то я хочу, чтобы это в нашем сердце было основой, потому что мы идем шаг за шагом вместе с Давидом, но так как вырываем сейчас что-то из контекста, то можем терять предыдущую нить. Поэтому напоминаю, сначала он воспевает Бога как твердыню, как могущество, как достопоклоняемого, и знает, что враги наступают, но от врагов я спасусь, и это его стартовая площадка для молитвы, а потом он уже говорит то, что он чувствует в этот момент. Посмотрите, какая разница, когда мы сразу идем из чувств, когда мы сразу начинаем Богу жаловаться и говорить о том, как мне плохо, как мне тяжело, что я не знаю, что мне делать, то такая молитва, она не приводит нас к полноценному результату, потому что мы исходим из проблемы, а не исходим из того, кем нас уже видит или сделал Господь. Когда же Давид уже говорит, я спасусь от врагов, он знает итог, то потом он описывает то, что он сейчас чувствует. И поэтому сейчас, прочитывая вот эти слова, я желаю, чтобы мы брали и основу, которую мы уже сказали раньше, и в то же время понимали, что мы идем к такому Богу, который не только сотворит глаза и уши, а он еще нас и видит, и слышит. И он понимает, что мы проходим и где мы находимся. Поэтому то, что говорит Давид в данном тексте, пятый стих, «Объяли меня муки смертные, и потоки беззакония устрашили меня». Вот как интересное сочетание. «Муки смертные и потоки беззакония устрашили». Дело в том, что когда идет дьявол на искушение от человеческой личности, его души, или устрашение, или подавление его воли, его решений, его чувствования, его мыслей, то он это делает с разных сторон, как блокадное кольцо. Пытается вот этот блок поставить человеческой личности так, чтобы он ощутил, что его вот эти смертные узы, они настолько объяли, муки смертные объяли, и потоки беззакония окружили. В чем здесь разность? Смертные муки – это то, что человек может переживать внутри своей души. Не всегда это телесные переживания, потому что душа иногда болит больше, чем тело. И в данном случае, скорее всего, Давид был в здравости тела. Но то, что он говорит о болезнях, о муках, то его душа была в состоянии вот этой агонии. И что такое потоки беззакония меня окружили? Дело в том, что беззаконие – это не только сделанное самим Давидом что-то в жизни, а это еще и предыдущие поколения, которые могли потоком идти против человека. И когда много негативного, человек слышит свой адрес, и в момент трудности особенно кто-то на него еще обвинения складывает, то это как потоки, идущие с разных сторон, беззакония, от которых человек не может выбраться и выйти на поверхность. И поэтому ощущение, что ты никчемный, ощущение, что ты ненужный, ощущение, что ты потерянный, ощущение, что ты просто проблемный, ты куда не придешь, везде проблема. И вот это состояние давления на личность, оно обычно идет вот с разных сторон. С одной стороны, муки души уже внутри, а с другой стороны, вот эти беззаконные потоки, которые начинают окружать человека, исходя из его памяти, из мыслей, из напоминаний врага. То я желаю, друзья, чтобы мы узнавали их, это первое, а второе, не пропускали их внутрь себя. И для этого также молитва защиты. Небесный Отец, я благодарю тебя, что мы нуждаемся в том, чтобы ты показывал нам, где какая природа нечистого мира встает на пути, чтобы мы легко с ней могли разбираться. Я благословляю сейчас каждого человека, кто проходит подобные переживания, состояние своей души, как это делал Давид. Потому что нам очень важно сегодня принять, принять вот этот статус в тебе, который мы имеем, и утвердиться, что даже если объяли муки смертные, то есть внутри уже нет желания к жизни, возврати это желание. Там, где потоки беззакония окружают, разорви это блокадное кольцо, дай выйти каждому человеку на пространное место. Благодарю тебя, что это возможно с тобой, и мы сейчас эту молитву творим с упованием, что ты нас слышишь и отвечаешь. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Всего доброго, до новых встреч. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»